О, чай! Это уже, наверное, рефлекс у каждой красотки, которая видит, что видео вышло. Это заварить себе чаек. И, как вы видите, я выбрала максимально подходящий фон под эту тему. Это детская кроватка. И вообще, это наша спальня. По-моему, я здесь всего один раз в жизни снимала. И предлагаю не тянуть и сразу же начинать, без лишних слов. Держите ли вы квартиру в идеальном порядке или даже стерильной для малыша? Или все без фанатизма? Абсолютно без фанатизма. Я против всяких таких штук, когда ребенка максимально пытаются отгородить от различных микробов, опасности и всего-всего. Это желание не навредить. Оно даже хуже, как я считаю. Постоянное желание предупредить проблему, чтобы ребенок с ней не справлялся. Ну, там, не знаю, это начиная от каких-то микробов, да, постоянно там стерилизация пространства. Хотя ему нужно получить этот опыт. Не зря природа так придумала, что ребенку нужно все тянуть в рот. Значит, ему нужно с максимальным количеством микробов прямо сейчас, в этом возрасте, столкнуться. Чтобы как раз-таки потом у него был иммунитет формирован, хороший, и он уже не реагировал на грязь где-нибудь, на какой-нибудь поверхности. И как раз-таки в будущем не имел проблем. То есть мы, взрослые, часто как раз-таки создаем ребенку проблемы в будущем, избавляя его от маленьких проблем в детстве. И касаемо там проглаживания пеленок новорожденных, я тоже этим не занималась. На самом деле, в первую очередь, потому что мне лень. Я ценю свое время и понимаю, что если я буду 30 минут времени тратить на глажку, вместо того, чтобы почитать или расслабиться в ванной, или заняться спортом, то я буду, может быть, идеальной мамашей, но какой-нибудь нервозной точно. Поэтому я просто расставляю приоритеты. Разумеется, я не дам Еве есть землю, например. Но без фанатизма абсолютно подхожу к тому, что еда упадет на пол, она ее подберет с пола. Но, разумеется, пол мы моем периодически. Ну, в общем, вы понимаете, наверное. Собираетесь ли вы брить Еву? Бытует мнение, что после этого волосы растут гуще. Нет, брить мы Еву не собираемся. Как часто гуляете? Два раза в день. Днем один раз. С ней гуляет один взрослый, чтобы не тратить второму взрослому на это время. То есть, в данный момент, вот я снимаю видео, Денис пошел с Евой гулять. А вечером у нас прогулка такая прямо семейная. То есть, это прогулка перед сном, я, Денис и Ева. Вы сейчас на ГВ, когда планируешь прекращать? Если кто-то сейчас далек вообще от темы материнства, и для него непонятно, что такое ГВ, ГВ это грудное вскармливание. Когда говорят ребенок на ГВ, это означает, что ребенок на грудном вскармливании. А если на ИВ, то на искусственном вскармливании, то есть на смеси. Мы на грудном вскармливании, я сейчас напомню, Еве год и... Какое сегодня число? Год и 10 дней получается уже, да? Пока что я не планирую прекращать. Я хочу максимально спокойно завершить, потому что я знаю, есть абсолютно разные техники завершения. От таких, что а-ля мама уехала и оставила ребенка с бабушкой, и ребенок просто в шоке, непонятно, куда мама делась, куда делась грудь. А грудь, помимо всего, это, разумеется, еще и просто контакт с мамой, успокоение. Настолько много функций в грудном вскармливании, что я даже сейчас их не перечислю. Ну, не то чтобы функций, а смысла. Поэтому я буду просто плыть по течению, меня абсолютно никак не напрягает грудное вскармливание. Мне кажется, это один из основных признаков и принципов вообще должно быть грудного вскармливания. То есть, если маме это прямо вот в тягость, она чувствует негатив при этом, ей это не нравится, то я не считаю, что нужно во благо там молока сохранять. Потому что эта энергия все равно передается ребенку, он становится более капризным. И зачем делать что-то, что тебе не нравится? Либо найти нужно в этом плюсы, либо уже тогда прекращать. Меня грудного вскармливания не то чтобы не раздражает, оно мне нравится, приносит удовольствие. Я прямо кайфую от этого процесса, поэтому пока не планирую завершать. Разрешаешь ли Еве смотреть мультики? Сколько минут в день? Не думая, что это вредно. Я не из тех родителей, кто хочет вырастить какого-то ребенка, не знаю, в пробирке, который не будет смотреть никогда мультики и не знает, что такое гаджеты, потому что это невозможно. Мы каждый день, вот, пожалуйста, это гаджет номер один в моей жизни, и я с ним максимальное количество времени. В первую очередь, потому что у меня такая деятельность. Был у нас недавно период, я не знаю до сих пор, что это было. Может быть, это действительно лезли маляры, то есть, это задние зубы, потому что все передние у Евы уже вылезли, но это было прям вот, не знаю. Очень яркая неделя такая выдалась, когда Ева вообще ни на что не соглашалась. Она не хотела ни есть, ни пить. Ее все раздражало. У нее даже один день была высокая температура. Я думаю, что это было именно на зубы, потому что все признаки на лицо. И там просто для своего спокойствия, для нормальной атмосферы в семье мы включали мультики даже не раз в день. Следующий вопрос. Были ли у нас колики? Нет, у нас не было колик. И вообще это такое интересное понятие, которого, возможно, и нет. Сейчас, может, для кого-то открыло секрет, но если вы прочитаете книгу Харви Карпа «Как успокоить младенца», я советую это сделать до рождения ребенка, потому что, как только он родится, времени на это точно не будет. Вы подумаете, да ладно, справимся и так, но нет. Он как раз-таки рассказывает про первые три месяца после рождения ребенка, что это некий четвертый триместр, и что колик, по сути, и не существует. Я признаюсь, немного побаивалась того, что будут такие вот дни или часы, когда ребенок будет просто кричать. И то, что я слышала от некоторых мам, что это вот нужно просто перетерпеть. Три часа ребенок орет, и все нормально. Ну, если честно, даже не имея детей, просто в моей логике нормальной, адекватной голове, ну, я надеюсь, не укладывается то, что ребенок может и должен реветь три часа подряд, и это считается нормой, нужно перетерпеть. Вот честно, это как бы антиприродно, антинормально, потому что мы реагируем на плач ребенка всегда, в принципе, очень так эмоционально. Это по природе сделано так, чтобы максимально быстро взрослый человек мог обратить внимание на ребенка, да, что нас это очень задевает. Мы не можем просто, а, там, что-то шум какой-то пылесоса просто забить на этот звук. Мы так не можем сделать. Нас это очень сильно возбуждает. Поэтому я не понимаю, как такое явление может считаться нормой. И после книги Харви Карпа я, как мне кажется, поняла, что вообще является коликами. У нас их не было. Ева могла, конечно, плакать, могла капризничать, но это было не более, мне кажется, двух минут. Сразу же какие-то техники применялись, там, то положение веточка, то мы включали фен, чтобы был шум, то это, конечно, грудь в первую очередь. Как ты питалась при грудном вскармливании? Это тоже вообще настолько большая глобальная тема. Очень много мифов тоже вокруг этой темы ходит, что, там, маме нужно сидеть на какой-то строжайшей диете, чтобы у ребенка не было аллергии. И, по сути, это все наоборот. То есть, если ты ешь гречку одну, там, не знаю, с черным хлебом, то, во-первых, страдает твоя психика, твое эмоциональное состояние в первую очередь, потому что ты себя ограничиваешь, тем более, когда такой гормональный вообще всплеск, это ни в коем случае не надо делать. Во-вторых, вы не получаете нужных витаминов и минералов, потому что молоко, оно вытянет из мамы все нужное для ребенка. Так природа устроена. Чтобы ребенка прокормить, чтобы ребенок остался там здоровым и вырос более или менее крепеньким, да, из мамы вытянутся все витамины, все, что нужно, будет в молоке. А вот что останется маме, с чем останется мама, и какие у нее будут после этого волосы, ногти, зубы и так далее, это вопрос. Когда меня спрашивают, там, не знаю, ты поела чего-нибудь, не переживай, что после этого молоко испортится. Молоко мамы создается из лимфы и крови. Оно идет не из желудка напрямую. Разумеется, то, что из желудка всасывается в кровь, каким-то образом отражается на ребенке, но уже доказано, что это настолько меньший процент, который влияет на поведение ребенка, там, на его состояние и так далее, что его особо даже не нужно брать на вооружение. Единственное, нужно помнить то, на что аллергия у вас, и то, на что реагирует ваш желудок, скорее всего, на это же будет реагировать ребенок. А в остальном нет. Поэтому у меня никакой диеты не было ни с самого начала грудного скармливания, ни сейчас, разумеется. Ева поползла и села вовремя или нет? Очень интересный вопрос. Что значит вовремя? Вы знаете, мы взрослым вообще любим все усложнять. Простыми словами, есть ребенок. Он по природе, если его не ограничивать, если ему не мешать, все сделает сам. Иначе бы человечество, в принципе, не существовало, если бы мы были бы такими глупыми, что нас нужно научить ходить, научить стоять, научить говорить. Ребенок всему учится сам, если вокруг создана нужная атмосфера. Точнее, даже так, если ему просто не мешать. Поэтому, когда ребенка сажают, когда ребенка водят за ручки много, когда он еще к этому не готов, его мужичок не дозрел, чтобы ходить, прям хождением заниматься, да? Это все негативно влияет на его развитие и формирует, на самом деле, еще на подсознательном уровне вот эту вот неспособность сделать что-то самому, которое откладывается на потом. То есть, он не сам дозрел и сам пошел, сделал первые шаги, а его пошли, можно сказать. Он не сам сел, когда его позвоночник был готов. Никогда ему 6 месяцев, блин, стукнуло, и невролог там сказал, нужно обязательно, чтобы ребенок уже сел. В 3 месяца ребенок должен перевернуться, в 9 месяцев пойти, я не знаю, какие-то вот такие строжайшие абсолютно правила. Мама, конечно же, начинает переживать, что самое главное, это все влияет на эмоциональный фон мамы, а значит, это передается ребенку. И это такой замкнутый круг, я просто думаю, как же люди любят все усложнять. Потому что, по сути, тебе вообще ничего делать не надо, тебе просто нужно дать ребенку возможность, и он поползет, и он все сделает вовремя, просто не ограничивать его пространство манежем каким-нибудь или кроваткой. Я очень рекомендую мамочкам фильтровать информацию, получаемую от врачей, и пытаться находить еще какую-то информацию из проверенных источников, из более современных исследований. Кстати, относительно норм, Ева поздно поползла, она поползла, когда она была готова, но она поползла поздно относительно норм. И я тоже абсолютно не переживала, потому что видела и знала, с точки зрения физического развития, у нее все хорошо, просто вот это ее особенность. Вот это был ее темп развития в тот момент. Конечно, если есть какие-то сомнения, переживания, лучше показать специалисту, уточнить, удостовериться, что, ну, да, поздновато может быть, но, как бы, ребенок полностью здоров, это просто его темп, и так ему надо. И желательно, конечно, иметь в этом плане хороших профессионалов, которые не будут лишь бы впихивать ребенку какие-нибудь, там, не знаю, таблетки для развития, витаминчики, какие-нибудь девайсы, аксессуары, которые ему на самом деле не нужны, только все усложнят, а просто дадут ему пространство, дадут ему время, и самое главное, успокоят маму. Так мало профессионалов, которые успокаивают маму, и которые говорят просто, расслабьтесь, все будет хорошо. Идем дальше. Где-то слышала, что женщина в первую очередь должна заботиться о себе, а потом уже о ребенке и о своем мужчине. Что думаешь по этому поводу? Я целиком и полностью, конечно же, поддерживаю, и не только женщина. Каждый человек должен думать в первую очередь о себе. И это такой здоровый эгоизм, который будет на благо всем в итоге, потому что если ты наполнишь свой сосуд энергией, нужным ресурсом, там, не знаю, любовью, ты сможешь это и отдавать. Вы самый главный человек у себя в жизни, поэтому нужно работать над собой, любить себя, иметь гармонию внутри себя, понимать, чего хочет твой организм, стараться его чувствовать, стараться понимать свои эмоции. Это все безумно важно, этому можно учиться всю жизнь. С этим утверждением я согласна. Посоветую литературу по воспитанию. У меня есть видео на канале, называется «Как я готовилась к материнству». В его описании целый список литературы, которые я рекомендую. Вот я здесь оставлю ссылку на это видео. Но если прям вот супер вкратце и, например, дать вам один совет одного автора и один блог по материнству, то из авторов я бы посоветовала Людмилу Петрановскую. И любая книга, ею написанная, будет просто супер полезным источником. Но я бы посоветовала, например, начать с книги «Тайная опора». А если из блогов, то я рекомендую Ольгу Дутову. Если вы за естественность в материнстве, за осознанность в материнстве, то вам хорошо зайдет. Обращалась ли ты к консультанту по сну? Есть ли режим сна бодрствования? У нас есть режим. Я его даже расписала на большой такой доске, повесила в зал. Потому что это безумно важно для ребенка. Машина, которую еще пока не испортили, живет по биоритмам. Если мы взрослые уже там что-то себе напортили, можем поздно супер ложиться, поздно днем вставать и думать, что мы вот совы и нам так хорошо. Но у ребенка все работает отменно. Поэтому если ему просто помочь и в нужное время его уложить, то будет все отлично. Не будет перегулов, не будет недогулов, не будет капризов во время бодрствования. Но к консультанту по сну я не обращалась. В принципе, каких-то прям сложностей, моментов, которые я хотела бы решить, не было. Но если были, я бы обязательно обратилась. Я вообще в этом плане доверяю профессионалам. Не пытаюсь там что-то сама придумать, додумать. Не боюсь отдавать денег за это. Если я понимаю, что я сэкономлю там себе время, силы, ребенок будет более здоровым, потому что сон это безумно важно, то я обязательно обращусь. А кстати, к консультанту по грудному скармливанию, это тоже есть такой вопрос. Обращалась ли ты к консультанту по грудному скармливанию? Как наладили ГВ сразу после рождения? Я обращалась, и это было лучшее мое решение после родов. И это, мне кажется, нужно сделать каждой абсолютно маме. Особенно, если у нее не было опыта, как вообще женщина кормит ребенка. У нас сейчас такая просто ситуация в мире, не знаю. Мы живем в больших городах, мы живем маленькими семьями в квартирах. Это очень отличается от того, как, например, раньше выращивали ребенка целой деревней. Родственники могли приходить к тебе каждый день домой, помогать. Это был супер редкий сценарий, почти невозможный сценарий, что девушка дожила до своего первого ребенка, и она ни разу не видела новорожденного, да, у своей там сестры, или у своей тети, ни разу не видела, как его кормят. Такого вообще не было. А у нас сейчас так поголовно. Мой ребенок был первый ребенок, которого я держала на руках, вот такого вот маленького. Я никогда не видела, как кормить грудью, как это происходит, поэтому интернет мне в помощь. И я это все изучила до родов, и безумно этому благодарна, потому что сразу после родов, как только Еву приложила грудись, все пошло супер. Я бы не сказала, что в роддомах очень сильно помогают, даже у меня был платный роддом. Мне просто проверили, ну, вроде все нормально. Но в любом случае, даже если ты понимаешь, как нужно кормить, первое время, это не сказать, что самый такой прямо приятный момент. Где-то бывает больно, где-то нужно еще подстраиваться друг по другу, и я очень рада, что пригласила консультанта по грудному скармливанию. Мы отработали разные позы для кормления, так, чтобы было в первую очередь удобно маме, а не ребенку, потому что если мама будет какая-то вот такая вот скрюченная сидеть, у нее все там затекло, мышцы болят, то это все будет передаваться опять же ребенку, она будет испытывать, там, не знаю, адреналин, не сможет нормально расслабиться, ребенок будет капризничать. Идем дальше. Ева носит подгузник. Нет, мы отказались от подгузников, я не помню когда, месяцев шесть, может быть. Она ходит либо вообще голая, по дому закаляемся так, либо в обычных таких хлопковых трусиках. У нас такая тема с вами прямо. Супер интим. Но на сон я еще не такая крутая мама, что на сон готова отказаться от подгузников, потому что с утра, когда Ева просыпается, у нее там прям, я не знаю, несколько, мне кажется, килограммов. Ночью, как бы это все я выслеживала, конечно, есть определенная система, как нужно высаживать ребенка ночью, но я пока к этому не готова. Денис участвует в воспитании Евы? Конечно, абсолютно так же, как и я. Ну, я, может быть, чуть-чуть больше, потому что все-таки мамой я там кормлю. Ну, не знаю, мамам, в принципе, женщинам, не только мамам, женщинам, проще совмещать какие-то разные задачи, да, из разных сфер одновременно. То есть там мы можем одновременно варить суп, там где-то за ребенком приклядывать, вспомнить, что там, не знаю, мужу нужно еще что-то вот это вот сказать, еще сториз при этом записывать. Вот такая обстановочка у меня. Ну, в общем, мы многозадачные. Именно поэтому, наверное, я все-таки больше как-то дел выполняю, но в общем и целом, именно в плане воспитания и времяпрепровождения с Евой, то абсолютно наравне. Расскажи три лайфхака, как быстро уложить ребенка спать. Из меня делают консультанта по сну. Но я скажу про свой лично опыт и такие вещи, которые точно не навредят. Первая вещь, которая необходима для того, чтобы ребенок нормально, спокойно уснул, это спокойная мама. Тут, наверное, просто без объяснений. Если мама вся такая на взводе, быстрее хочет уложить ребенку, считать там количество дел за день, понимать, что ничего не успевает, такая, ну давай быстрее уже усни, то как бы, ну, результат такой себе получится. Второй лайфхак, если его можно так назвать, то это настроенный режим. Это то, про что я говорила. Режим снов и бодрствования. То есть не смотреть, когда ребенок уже измотается, он уже там зевает, трет глаза, и это значит, что он уже перегулял. Нужно понимать, какое количество сна, по часам и бодрствования нужно ребенку в определенном возрасте. Это общедоступная информация, это не нужно из головы придумывать. И просто строго соблюдать. И ребенок скажет вам спасибо, и у вас тоже будет нормальное, понятное время, в какой момент вы что можете делать, более или менее режим дня иметь. Это очень важно. Ну и третий лайфхак, это прохладное помещение, увлажненный воздух. То есть это вот именно, что касается атмосферы, увлажнитель это 100% незаменимая вещь, даже не только, когда у вас есть ребенок, но с появлением ребенка зачастую все уже покупают увлажнитель воздуха. У нас стоит такой прибор, который показывает уровень влажности, и если он падает ниже 40, там появляется такой грустный смайлик. Несколько раз в день мы проветриваем всю квартиру, поэтому да, это такие вещи, которые вам точно не помешают. Ставили ли вы Еве прививки? Ответь уже на этот вопрос всем интересно. Вот те люди, которые хотят услышать ответ на этот вопрос, они чего хотят интересно? Потому что я не вижу в этом никакого практического назначения, практического смысла, кроме того, чтобы понять по поступку человека, как нужно сделать тебе. Понимаете, да? То есть человек пишет, чтобы узнать мнение, и чтобы подумать, ну вот Саша так делает, значит я сделаю так же. И именно поэтому я не буду говорить. Потому что это настолько сейчас неоднозначная тема, и она настолько сложная. Я просто хочу, чтобы люди брали в первую очередь ответственность на себя за определенные поступки. Мы перед рождением Евы ходили специально на консультации по этой теме. Специалисты, которым в этом вопросе разбираются очень хорошо. Но даже этот консультант, эта женщина сказала, что я вам не дам ответа, делать или не делать. Вы примете решение в любом случае сами. Вы родители. И никто вообще не сможет дать однозначного решения. Есть куча информации в интернете. Это сейчас тема безумно яро обсуждается. Каждая семья должна принимать решение сама. Все. Все, что я скажу, я ничего нового не скажу. Мы приняли свое решение. Это будет наша ответственность. Это будет наш выбор. Я не хочу влиять своим мнением. А я 100% повлияю, потому что я публичный человек на другие семьи, на других людей. Назови 10 основных продуктов, которые ест Ева. Гречка, чечевица, фасоль, пшено, огурец, перец, яблоко, банан, груша, пекан. Это уже 10. Но я еще могу кучу назвать, потому что это вообще, не знаю, это все, что мы едим. Тофу, цветная капуста, брокколи. И тут же, кстати, еще вопрос. Как заставить ребенка есть то, что полезно, а не то, что вкусно? Понимаете, тут такой момент, ребенок не знает еще, если ему уже что-нибудь там не испортили. А что значит вкусно, а что значит невкусно? Вот, правда, я даже на себе словила однажды. Я делала блины с утра, у нас была готова гречка, и я перебила якобы аппетит, Еве дала блин. И подумала, ой, сейчас она гречку-то не будет есть, потому что в моем понимании, в моем сознании, блинчик, он как бы все равно вкуснее, чем гречка. Хотя, это вообще не очевидно, это не факт. И, собственно, у ребенка, ребенок, который чистый лист, у него вообще в сознании нет вот этих вот стереотипов, он поел блин, а потом поел гречку. И ему было нормально, и он сам выбрал, может быть, ей гречка как раз таки вкуснее. И именно мы, взрослые, со временем начинаем делать полную ерунду, и говоря, вот сейчас ты съешь брокколи, и получишь мороженое. И у ребенка, даже если нет понимания и осознания, что мороженое настолько ценно, настолько вкусное, там, или его очень хочется, у него все равно строится логическая цепочка, ага, если мне дают что-то только после чего-то, то, наверное, вот это не очень, а вот то вкусное. И ему еще сильнее хочется этот запретный продукт. Поэтому зачастую мы портим все сами. Если мы едим вместо конфет финики и орехи, то и она скорее будет есть именно это. И уже когда-нибудь, да, она там захочет попробовать конфету, я ни в коем случае ей не скажу, нет, никогда. Пусть она попробует эту конфету, это будет ее сознательный выбор, но скорее всего, уже понимая, что такое сладкое и натуральное, и ты понимаешь вот этот финик, я не знаю, ты его ешь, он в тебя вливается, захотелось очень финик. И после этого ты ешь какую-нибудь химозную конфету, и тебе аж спортивно становится. И вот я уверена, происходит абсолютно то же самое с ребенком, который даже уже потом решил попробовать конфеты. Следующий вопрос. Как, по твоему мнению, можно воспитать хорошего человека? Ответ будет очень быстрым и простым. Быть хорошим человеком. И на самом деле, другого варианта не дано, потому что если ты куришь, и пытаешься ребенку объяснить, что курение это плохо, это настолько бессмысленно, что просто можно даже не пробовать. Ребенок будет делать то, что делает родитель, а не то, что родитель говорит. Поэтому, в первую очередь, мы самые главные примеры. Ребенок это сканер, или копер, или принтер, я не знаю, как его еще назвать. Поэтому именно наш пример, то, как мы общаемся друг с другом, то, что мы едим, то, как мы реагируем на какие-то сложности, да, ребенок это все впитывает. Даже если мы думаем, что ничего вроде бы не происходит, но обучение и воспитание, так сказать, происходит всегда, потому что ребенок постоянно считывает информацию с родителей. Поэтому, в первую очередь, нужно следить за собой. Назови самые нужные вещи для мамы, по твоему мнению. Сто процентов, сто процентов, это без галтера для кормления. Это просто настолько невероятно нужная вещь. Я не знаю, как мамы справлялись раньше. Прям, не знаю, должно надо отдавать тем, кто сохранял долго грудное вскармливание, потому что это было очень неудобно, да, вот без удобных отстежек, без удобной одежды для этого. Еще это не очень как-то приятно встречалось на улице, например, если женщина хочет покормить ребенка в парке, то это могли бы смеивать. Или это вообще было как-то стыдно. Сейчас все наоборот, идет как-то поддержка таких матерей. Я прям очень рада. Ну, потому что вообще, как может быть по-другому? Не знаю, как можно за это стыдить, да, за то, что мама сейчас дает лучшую еду для своего ребенка, лучшее питание. Ей нужно аплодировать всем двором, всем парком, а не стыдить за это. Что было куплено ненужного из вашего опыта с ребенком за год? Сто процентов, первая не только ненужная, но и вредная, оказывается, вещь, это круг на шею. Это такая штука, достаточно новомодная последние года. И я, собственно, на это купилась, пока не узнала мнение эксперта на эту тему. Это такой круг на шею ребенка, когда он еще сам не может сидеть в ванной. Мама как бы хочет его там купать. И вроде так прикольно, круг держит ребенка на плаву, он может дышать, может ручками-ножками шевелить, но оказывается, это не очень хорошо для здоровья ребенка, для его мышц, в первую очередь, шеи. Это прям чревато разными вывихами, растяжениями. И это самое главное, что тяжело потом диагностировать. У меня еще это была подушка для кормления. Сначала я подумала, что это безумно классная вещь. Подушка на застежке. Я куда-нибудь сюда вставлю фотографию. Это нужно, когда ребенок совсем еще малыш. Но мне просто это не зашло. Может быть, кому-то это хорошо заходит, но я как-то не оценила. Она была достаточно дорогая, кстати, и мне кажется, вообще не оправдала. То есть мне было удобнее кормить в итоге в позе колыбельки, вот так вот. Но подушка эта создана для того, чтобы облегчить маме жизнь. И как раз таки маме не было так тяжело держать ребенка постоянно, потому что, когда он маленький, ты достаточно много носишь у ребенка на руках. Много он у груди. И отекает вот эта вот рука. Но мне было намного проще подложить несколько подушек, самых обычных подушек, да, каких-нибудь пледов, нежели вот эту штуку настегивать на себя. И все равно Ева как-то лежала, ей было, короче, неудобно. Поэтому нам она не зашла. Еще всякие ходунки, прыгунки, но мы их и не покупали. Но просто я сейчас хочу сказать, что если вы вдруг думаете, что это нужная вещь, вот так же, как я когда-то думала про круг на шею, то это не только нужная, но еще и вредная штука, которая во многих странах, кстати, запрещена, но не у нас. И она вредит физическому здоровью ребенка, позвоночник там еще не окреп, двигательный аппарат не готов к тому, чтобы ребенок ходил и прыгал. Его ходят и его прыгают, можно так сказать. И эти девайсы, ну, разумеется, они созданы просто, чтобы продать товар. Зачастую, там, не знаю, родственники или мамы, если они не знают, да, эту информацию, они ходят там в магазине о ходунки, о прыгунки, наверное, нам это нужно. Ну, потому что там ребенок нарисован, ну, и возраст написано там с шести месяцев, например, нам подходит. А кто производитель-то? Ну, вряд ли какой-нибудь остеопат. Были ли какие-то разочарования в материнстве? Есть такая замечательная фраза, которую я запомнила еще с детства. Не очаровывайся, чтобы не разочаровываться. Это фраза про наши ожидания, про то, как мы все люди очень часто строим ожидания на что-то, жизнь после замужества какую-то определенную, на то, как ты будешь справляться с ребенком. И чаще всего мы все идеализируем. У нас эти картинки там из примеров из интернета или из блогов чьих-то, из фильмов. И когда вот это вот ожидание реальность перекликается, и ты понимаешь, что у тебя вот не так, как ты ожидал, тогда и происходит вот эта депрессуха, тогда происходит стресс, потому что ты такой задумываешься, а что со мной не так? Вот я же думал, что будет так, а все не так, значит, все плохо. Логично, да? Не нужно идеализировать картинку, не нужно требовать от себя многого невозможного, не нужно сравнивать себя с другими людьми, думать, что у всех все там идеально. И, пользуясь такой возможностью, хочу сказать, не думайте, что у меня все идеально, и там, если я показываю то, что у нас есть хорошо, это не значит, что у нас нет ничего, что есть плохо, например. Просто я решила поделиться тем, что хорошо. Но опять же, из таких принципов моей жизни я стараюсь не утопать в этих проблемах, стараюсь не ныть об этом, не знаю, это все равно ничего дельного тебе не сделает, жизнь не спасет, может быть, кому-то от этого становится легче, просто потому, что он выговорился, но как бы на этом надо стопорить. Не нужно эту тему развивать, и ныть, и повторять, и постоянно это все в своем сознании прокручивать заново, потому что это просто замкнутый круг, и он приводит в никуда, он приводит к таким же ситуациям. Поэтому, если это какая-то проблема, я пытаюсь найти скорейшие пути ее решения, если я понимаю, что в чем-то я не успеваю, в чем-то я трачу свой ресурс не туда, я тоже стараюсь сразу над этим работать, что мне там лишнее из моих рутинных каких-то дел, что я могу делегировать, от чего я могу избавиться, от чего не могу, что является моим приоритетом. И вот эта вот расстановка ценностей, она очень сильно расставляет по полочкам мозги, а что просто стереотипы общества, что просто тебе навязали, накрутили, ты увидел в каком-нибудь блоге и подумал, что тебе это важно, а тебе это не важно. Но ты пытаешься быть таким, потому что там какие-то социальные стандарты, так говорят. Как ты мотивируешь себя красиво выглядеть, краситься, одеваться, не как попало, для мужа или для себя? Я не всегда крашусь, я не всегда делаю там прическу, не всегда дома хожу в платье, я сейчас свое видео снимаю, например. Но и не в этом суть. Я немножко переведу в сторону, в другую сторону тему, потому что я не считаю, что вот такая, то есть я на красной сейчас, у меня там, не знаю, волосы как-то лежат не в хвостике, я сижу в платье, сзади у меня заправленная кровать, я не считаю, что такая я, это лучше, чем я без макияжа, с пучком на голове, в очках и с незаправленной кроватью. Я не цепляюсь за внешний вид и не стараюсь делать это образцом моего самочувствия, моего настроения, потому что это очень опасная вещь. Если вы напрямую зависите от своего какого-то внешнего вида, от красок на лице или от одежды, то каким вы себя будете чувствовать без этого всего? Причем вы останетесь с самим собой, но без каких-то внешних проявлений. И получается, любить себя будете за это меньше, но это как-то нелогично, нечестно по отношению к себе. Поэтому для меня намного важнее следить за своим внутренним ресурсом. И это не про макияж, не про какой-то внешний показатель, это именно про мое самоощущение и про мою внутреннюю гармонию. Если я понимаю, что что-то не так, я истощена сейчас, я чувствую, что не могу записать спокойно сесть в видео, у меня нет на это энергии физически, я не хочу готовить обед. Не потому, что я не люблю готовить, а потому, что у меня нет сейчас на это даже сил, то я иду и наполняюсь. Я бросаю все дела на день. Я позволяю себе не делать то, что запланировала, и читать, например. А желательно это даже профилактировать, то есть не доводить до точки кипения, когда ты будешь так, все, либо я сейчас кого-нибудь убью, либо мне срочно нужно наполниться. И чтобы наполниться, тебе уже нужно не 15 минут, вот каждый день, например, а прям, не знаю, весь день потратить на себя. А это уже как-то затратно, а я не успею вот это, и замкнутый круг, короче говоря. Ну и последний вроде бы вопрос, и начинается он со слова нет. Слушайте, нет, но все-таки, как ты все успеваешь? Ты еще и учиться сейчас пошла. Видео выставляешь раз в неделю, ребенок грудной, готовишь сама, ты не сама монтируешь, или есть няня? Вы очень красиво это описали, может быть, выглядит это действительно вот именно так, но секрет в том, что я не стараюсь все успеть, это дохлый номер, и я пыталась это делать сразу после родов, и я поняла, что это путь в никуда, это путь, точнее, к истощению и к выгоранию эмоциональному. Я пошла учиться на онлайн-обучение, и выделяю время сна Евы, либо на монтаж, либо на лекции. Но опять же, может быть, покажется, что я противоречу себе, но я обязательно планирую свою неделю, раз в неделю, то есть в воскресенье, я планирую список задачи на неделю, и желательно сразу их распределять по дням, но без фанатизма, без 20 пунктов в день, а просто понимать примерно, что тебя ждет на этой неделе, чтобы не было какой-то прокрастинации. Я четко распределяю дни, когда я учусь, и когда я снимаю что-то, потому что если я это начинаю мешать, как будто не там, не там. То есть мне либо в монтаж нужно уйти, на весь сон, например, Евы, либо нужно уйти в лекции. Готовлю сама, потому что мне это нравится. Честно, если бы мне это не нравилось, я бы нашла решение. Я бы нашла какую-нибудь доставку хорошей еды, я бы, может, пыталась Дениса в это вовлечь. Я бы, может быть, более пофигистично вообще относилась к еде, но мне это нравится. Это вот ключевой момент. Например, уборка мне не нравится. Мне не нравится прибираться, меня это не наполняет. Я понимаю, что это откуда-то вот стереотип из детства, что я должна там раз в неделю мыть пол или протирать все подоконники от пыли, но потом я понимаю, что нет, я не должна. И моего нежелания это делать достаточно, чтобы этого не делать. Это может быть сложно сейчас кому-то тоже понять, особенно если вы сейчас живете там, вы подросток и живете в семье, то, конечно, да, скорее всего, у вас есть свои правила. Мама тебе сказала, сделай, ты делаешь. И это нормально, в определенный момент времени это нормально. Но сейчас я уже хозяйка своей семьи. И я понимаю, что если это тратит мое время, но меня не наполняет, то что же это такое за дело, чтобы я свои драгоценные, не знаю, минуты жизни тратила на это? Поэтому в этом пункте я выбрала вариант клининга. Вопрос питания мне очень интересен, я безумно люблю готовить. Для меня это отдельный кайф и прямо медитация. Но, опять же, не всегда, да, так происходит. И если я чувствую, что сейчас у меня нет энергии на готовку пищи, а это энергозатратная, конечно, процедура, то я, не знаю, картошку могу сварить, какие-нибудь макароны цельнозерновые, могу заказать доставку, могу попросить Дениса сегодня сделать. Я не делаю через силу, не делаю, потому что я должна. И тут же есть вопрос про няню. На самом деле я не против няни. В нашем обществе тоже много очень есть страха про нянь. Если ты ребенка отдала на 3 часа няни, то все, ты больше не мать, он тебя забудет. И вообще будет помнить только няню. Нет, конечно, везде есть золотая середина. Если мама, вот у нее приоритеты в жизни такие, ну, окей, она там отдает ребенка, сама уходит работать или заниматься собой. Мне, если честно, без разницы, как это происходит в других семьях, это их решение. В нашей семье пока что нет няни, но если она понадобится, если я пойму, что мне нужно, например, больше моего времени на 3 часа в день, на 2 часа в день, я на это пойду и не буду чувствовать угрызение совести. Ой, здравствуйте, кто пришел? Ой, я приглашу Еву сюда. Ева, знаешь, о чем видео было? О тебе преимущественно. Вот здесь мама снимает видео. Вот это мамин микрофон. Не-не-не-не-не, невкусно, невкусно. Все. Скажи, пока, красотки. Я вас, девочки, приглашаю в свой инстаграм, как всегда. Там намного больше моей жизни. Вот этот пирожок там частенько появляется. Спасибо вам большое за вопросы, спасибо за внимание, очень надеюсь, что было полезно. Улыбайтесь чаще. Пока-пока. Пойдем обед.